Спорт – это праздник, который всегда с тобой. День физкультурника в этом году проходит под девизом «Спорт для каждого». Особое внимание сейчас уделяется массовому спорту, заниматься им нужным людям всех возрастов и групп по здоровью. И в нашем районе делается всё, чтобы как можно больше славянцев проводили свободное время в спортзалах и на стадионах. Жаркий август – не повод, чтобы прекращать тренировки. Увлечённые люди летом не только отдыхают, но и трудятся на благо отечественного баскетбола. Заслуженный тренер СССР Сергей Амбарцумов работает с юными спортсменами, воспитанниками отделения баскетбола спортшколы «Триумф». Ребята занимаются всего год-два. Им ещё много предстоит сделать, чтобы преуспеть в этой необыкновенной игре. Они тренируются с энтузиазмом, ловя каждое слово опытного тренера. У нас прекрасное место, где мы можем заниматься. У нас всё есть мячи, кольца и спортзал. Я занимаюсь уже почти два года. Капитан команды. Мне очень нравится баскетбол своим интеллектом. И он очень красивый. Я буду дальше продолжать. Сергей Амбарцумов 45 лет своей жизни посвятил тренерской работе. Для него это смысл жизни. Этот большой многолетний труд требует терпения, любви к своему делу и творческого подхода. Он считает, что в Славянском районе, где проработал уже 20 лет, созданы отличные условия для занятий спортом. Я здесь уже 20 лет живу и работаю. Но за это время, я говорю, очень у нас база спортивная расширилась. Ну, во-первых, у нас вот наш лидер, посмотрите, мы сейчас в зале были. Кондиционер работает, комфортно. Душевые очень хорошие, чисто везде, инвентарь есть. Потом триумф наш, посмотрите, полы поменяли. Какой зал прекрасный стал. На счету воспитанников Сергея Амбарцумова целый ряд спортивных побед. Мастера оранжевого мяча, закончив школу, уходят во взрослую жизнь. А тренер набирает новую группу, чтобы ввести их по нелегкой, но интересной дороге спортивного роста. В Славянском районе активно действуют 24 спортивные федерации. Футбол, волейбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, борьба, бокс, мотоспорт, шахматы. У нас много талантливых спортсменов, которые под руководством прекрасных наставников работают над собой, улучшая свои результаты и защищают честь района и Кубани на соревнованиях самых высоких уровней. Одним из быстро развивающихся видов спорта является гребля. Не так давно в Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. В личном зачете по дисциплине «двойка безрулевого» славянцы Артем Горбатенко и Егор Рыбкин завоевали почетное второе место. Это отличный результат, который подтверждает, что Кубань – один из ведущих регионов России по гребному спорту. «Должны работать как один механизм. Меня этот спорт привлек именно потому, что тут должна быть очень серьезная концентрация, выносливость и каждую тренировку, каждую гонку должен перебороть себя и показать себя. Из последних достижений, вот я с мальчиком, с Артемом Горбатенко, мы взяли серебро на первенстве России до 17 лет. И в составе четверки мы взяли первое место на Южнофедеральном округе». Полным ходом здесь идут работы по строительству тренажерного зала. Для славянских спортсменов есть хорошие возможности, чтобы тренироваться на воде и оттачивать свое мастерство. Все эти успехи достижимы благодаря хорошему руководству спортивной отраслью. Очень повезло с лидером спортивному сообществу Славянского района. Почти четверть века возглавляет отрасль заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Александр Прищепа. За годы его работы наш район стал одним из лучших в Краснодарском крае по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Александр Прищепа смог собрать и сплотить команду настоящих профессионалов, тренеров, среди которых как молодые таланты, так и очень опытные кадры. Во многом благодаря его инициативе, энтузиазму и работоспособности наш район лидирует в крае по охвату занятиями физкультурой людей разных возрастов и по развитию спорта высоких достижений. При поддержке федеральной, краевой и районной властей в городе и сельских поселениях создана прекрасная спортивная база. Ежегодно славянские спортсмены добиваются новых весомых побед. Физкультурники и спортсмены муниципалитета продолжают тренироваться и участвуют в престижных соревнованиях, чтобы еще выше поднять знамя славянского спорта. День физкультурника – это праздник тех, кто выбрал здоровый образ жизни и спорт. Самые добрые слова адресует всем, кто связан со спортивной сферой Сергеем Барцумов. С Днем физкультурника я хочу поздравить всех наших коллег, во-первых, всех тех людей, кто занимается спортом. Это большой праздник. Это праздник здоровья, во-первых. Это праздник большого спорта профессионального. Хочу всем пожелать здоровья, счастья и чтобы мир и небо над головой было. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко. Программа «События».